Правда ли, что всё, что происходит в Русской Православной Церкви, это зеркальное отражение того, что происходит в нашем обществе? Все священники, как и чиновники, отвечают всегда обтекаемо, я чувствую неискренность в их речах, а часто полное равнодушие, отсутствие чувств. Что вы можете сказать по этому поводу? Я скажу так, что здесь взаимоотражаемость. То, что происходит в мире, это налагает сильную печать на церковную жизнь. И наоборот, то, что происходит в Церкви, ой, как определяет жизнь в нашем обществе. Например, вот много пишут сейчас о событии 1917 года. Всегда писали, сколько работ, история Русской Церкви. И вы нигде не найдёте там. А всё-таки какова же фундаментальная причина этой происшедшей катастрофе? Чего вам только не наговорят. И всяких заговорщиков, и всяких врагов и злодеев, и политические партии, инсинуации, и западные влияния. Чего только нет! Я говорю о церковных историках. Об одном только никогда не пишут. И очень жалко. Если бы мы взяли и почитали, что писали о состоянии нашей Церкви, ну, хотя бы взять, ну, XVIII-XIX век, взять не кого-нибудь, а святых, тогда бы мы поняли. Тихон Задонский что писал? Христианство незаметно удаляется от людей, а остаётся одно лицемерство. Паисий Величковский поехал на Афон. Ни одного не нашёл там человека, который бы мог, мог научить его молитве. Нашёл книги, то есть аскетические творения. Вот, добротолюбие он издал. И уж так был рад. Посмотрите, что Серафим Саровский говорит о том, что он пророчествует. Возьмите Игнатия Бринчанинов, что пишет даже о монашестве. Его фисьма читаешь – даже страшно. А ведь он-то великолепно знал состояние монастырей и какие вещи он пишет. О состоянии церкви говорит, знаете, как весенний снег, который сверху, кажется, снежок, а внизу вода уже наступил и провалился. Феофан Затворник что пишет? Ещё одно-два поколения, и православие у нас не останется. Вы слышите, что пишет? Иоанн Кронштадтский говорит, кровью обливается сердце моё, когда я вижу, что происходит с нашим христианским народом. Да можно привести сколько угодно, а об этом мы молчим. А дело-то в высшей степени серьёзное. Духовное состояние общества, в частности, состояние какое, которое определяется именно церковью, христианское состояние общества, оно, оно, как закваска, определяет и всё состояние теста. Христос говорит, если соль сделается несолёной, то никуда её не денешь. Даже в навоз не годится. Вот, оказывается, причина какова. Какие, почему отсюда страдания какие? Кровью своей действительно многие искупили ту недолжную жизнь, которая проводилась. Мне священник дореволюционный же рассказывал, даже передавал. В карты играют до литургии, до утра. Потом идут служить литургию. Ну, конечно, это отдельное. Это нельзя же на всё духовенство, ну что вы. Я просто говорю, что состояние духовное, ещё раз повторяю, духовное состояние церкви оказалось в тяжёлом положении. И это при наличии чего? Огромного количества монастырей, храмов, духовных школ. Всё, внешняя оболочка, изумительно. Причём богословие наше, как наука, научное богословие, знаете, на каком уровне было? Это любой западный университет, да, был, так сказать, по крайней мере, не был выше. Это блеск был научного богословия. А духовной жизни? Умолчим. Уже дошло до того, что Распутина теперь его святые хотят. Вы подумайте только, что происходит. Вот оно причина, оказывается, какая. Это очень серьёзная причина, да, что, оказывается, церковь является закваской общества. И поэтому её состояние, то есть состояние, что значит церковь? Не смешивайте, пожалуйста. В данном случае я говорю о церкви, то есть о состоянии христиан. Христиан – от низших до высших. Происходит тот процесс, о котором святые говорили. Омерщение происходит. Что такое омерщение? То есть всё внимание поглощено чисто внешней деятельностью, работой, внешней церковной деятельностью. Духовная жизнь – она так. Это личное дело каждого. Ничего подобного. Если люди не будут знать законов духовной жизни, не будут знать критериев правильной жизни, если не будет примеров таких, что тогда говорить? Так вот, да, в церковь приходят люди из мира. Мир мы знаем, в каком состоянии сейчас находится. Я говорю, из мирской жизни. Мы знаем. Посмотрите, бедная молодёжь. Её куда? Что делают с ней, что творят? Извращают. И они, бедные, не понимают, что часто молодёжь превращают в баранье, в овечье стадо. И он должен подражать, как и все. Главное быть, как и все. Не знают они этого страшного дьявольского девиза. Разнуздать, чтобы взнуздать, чтобы взнуздать. И не понимают этого. Разнуздать – ладно, а взнуздать – хотите? Так вот, и вот из этого мира, конечно, люди часто приходят в церковь, часто принимают чисто внешним образом крещение, часто поступают и в духовные школы, и в духовные сословия. И если у этого человека нет искреннего стремления к познанию духовной сути христианства, а не этих внешних вещей, то, конечно, и он, приходя в церковь, конечно, туда привносит эти элементы, я бы сказал, вредоносные, недолжные, которые отрицательно влияют на церковную жизнь. Итак, и мир на церковь, и церковь на мир взаимно влияет, потому что, что такое, еще раз повторяю, сейчас церковь, это мы все, мы не просто патриарх, не просто архиерея, а мы все, каждый христианин, каждый, кто считается христианином, я уже влияю, и на меня влияют. Возможно ли посещение храма для молитвы и исповедей причастия, принадлежащего раскольническим течениям, ведь Бог один и внешне совершается все так же, как и в каноническом православном храме? Здесь заблуждение в этом вопросе довольно серьезное, и оно касается утверждения, что Бог один. Это сейчас одно из таких направлений, я бы сказал, в межрелигиозном диалоге и вообще в религиозном сознании современного человечества. Идея, которая усиленно внедряется, но которая глубоко не верна. Дело в том, что этой мыслью утверждается, что есть один Бог, которому все люди поклоняются, но каждый по-своему. На самом деле ситуация совсем не такова. Если мы обратимся, например, к временам первого христианства, то посмотрите, как христианство противопоставило себя языческим культам. Апостол Павел даже пишет так. «Я не хочу, чтобы вы служили бесам», когда он говорит о языческих культах. Кажется, они служили кому? Богу, богам, а он называет их бесами. Подобное же высказание мы находим у пророков Израиля, если почитаем в Библии, где то же самое утверждается и утверждается и предупреждается народ от поклонения бесам под видом, кажется, поклонения Богу и богам. Что такое Бог один? Бог-то сам по себе, конечно, один. Но каждая религия поклоняется не Богу самому по себе, который есть дух, а тому образу Бога, который она имеет. Образ Бога. И вот образ-то этого Бога в каждой религии отличается от другой. Причём отличается не просто в каких-то деталях, а иногда отличается по существу принципиально. Пожалуйста, пример с тем, что апостол называет это поклонение бесам, а не Богу – это наиболее яркое свидетельство об этом. Вообще, весь древний мир, он наполнен, как мы знаем, был поклонением идолам, хотя они назывались богами. Так вот, и это различие в образах носит какой характер? Почему оно столь опасно? Почему поклонение бесам опасно-то? Это же надо подумать, в чём дело? А причина в том, что то направление жизни, которое они указывают, представляет опасность для человека. Оно неверно. Оно не спасает человека, не очищает, не освящает его, не приближает к Богу, а напротив, ранит его, загрязняет и, в конце концов, губит. Так что, видите, всё ли равно, какому Богу поклоняться или нет? Оказывается, нет. В каждой религии поклоняется своему образу Бога. Даже Иисус Христос и тот назван, посмотрите, у апостола Павла, назван образом Бога невидимого. Даже он назван. Почему назван так? Поскольку Бог явился нам, вот, во Христе. Явился как? Вот ощутимо, реально, а не просто только мысленно. Так вот, то учение, которое исходит от этого культа, оно является ничем иным, как духовным состоянием всех тех, кто следует этому учению. Что такое поклонение? Речь-то идёт не о кивании головой и не о становлении на колене. А что такое поклонение Богу? Поклонение, то есть исполнение того, что предписывается данным образом Богу, то есть божеством. Так что религии разные, разные, скажем, Боги. В каждой религии свой Бог, хотя Бог один. В каждой религии. В данном случае, когда речь идет о раскольничьей группировке, так кажется, одно и то же всё. По внешности одно и то же, один и тот же культ, даже священнослужение, богослужение и так далее. Почему здесь нельзя? Потому что здесь нарушается один из самых, пожалуй, великих принципов христианства. Вот невольно надо сказать, какие самые главные, я бы сказал, законы христианства, самые главные. Все они концентрируются где? В учении о Боге. Бог есть кто? Любовь. Бог есть. Величайшее смирение, что было показано нам на кресте. Поэтому в церкви одним из важнейших положений в устроении церковном и межцерковном является единство, совместное единство, непротивление друг другу, установление мира, насколько это возможно, неразрушение этого мира. И поэтому каждый раскол как таковой, он рассматривается что? Как противление тому, что есть церковь. А что такое противление? Это гордыня, это нарушение смирения, то есть основных, основных положений христианства. А там, где происходит их нарушение, Бог там, где любовь, где нет любви, там нет Бога. Бог там, где смирение, где нет этого, там нет Бога. Поэтому и ходить в раскольничий храм – это всё равно, что пойти, знаете ли, к противникам Бога. Вот в чём дело. Поэтому этого делать ни в коем случае не стоит.